Мы продолжаем вставшую уже традиционную рубрику под названием «Наши таланты». Сегодня мы решили встретиться с юной воспитанцей детской школы искусств в классе вокала Кариной Акидокоевой. Карина была еще совсем маленькой, когда решила для себя, что хочет петь. Карин, сколько тебе было лет, когда ты поняла, что хочешь заниматься пением? Я сказала маме, что хочу петь, и она меня привела в школу искусства. В общем, уже сколько лет ты этим занимаешься? Около 7-8 лет. Тебе нравится петь? Да, очень. Это как мое хобби. Твое хобби? А кроме пения, чем-нибудь другим занимаешься? Да, я еще хожу на золотой шучер, ходила на теннис. Занимаясь пением более пяти лет, она принимала участие в разных конкурсах, которые никогда не забудет. Сможешь вспомнить, какую первую песню ты исполнила на сцене? Чебурашка, по-моему. Чебурашка? Угу. В общем, ты уже 7 лет этим занимаешься. В каких конкурсах ты принимала участие? В разных, в Кантабеле, еще в адресе из Факубани. В прошлом году. Вот. Тебе нравится в них участвовать? Да, очень. А, например, есть такое самое яркое выступление, которое тебе больше всего запомнилось? Да. Это было в Краснодаре, когда я выступала в конкурсе Адресе из Факубани. Мне это выступление показалось ярким, потому что там было очень много конкурсантов, и было приятно с ними общаться. У нашей героини есть много подружек в самой детской школе искусств, с которыми она общается, дружит и которые ее поддерживают. В детской школе искусств у тебя есть подружки, с которыми ты тесно общаешься? Да, есть это Лиза Расуанда, Даурова Белла и Заяханда. Какой тебе репертуар больше нравится? Исполнять адгейские песни или же русские? Ну, мне больше нравится исполнять русские песни. А почему? Ну, их как бы легче исполнять, и как-то движение легче. Ей не составляет большого труда одновременно петь и танцевать на сцене, а даже наоборот, ей это нравится. Но, несомненно, как и у любого человека, у Карины иногда возникают трудности. Порой трудно справиться с волнением. Есть ли у тебя какие-нибудь трудности на сцене? Ну, бывает иногда, когда на конкурсе не могу справиться с волнением. А так всегда бывает? Или, например, когда ты куда-нибудь выезжаешь, в город или в другой район? Или же здесь, в Ауле, тоже такое бывает? Это обычно здесь, в Ауле, бывает. А когда я выезжаю, по-моему, нет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из слов моей собеседницы, я поняла, что проблем с костюмами для выступлений у нее нет. Как обычно, в этом ей помогает мама. Карин, костюмы кто тебе придумывает? Ты сама, твой преподаватель или же вы вместе? Обычно. Обычно придумываю я сама, но у меня учитель, моя мама, и мы с ней советуемся обычно. А вот ты сказала, что тебе более нравится исполнять русские песни. И, соответственно, наверное, у тебя костюмов больше, да? Да, больше песен. А какие, например, костюмы у малышей у тебя есть? Ну, больше у меня костюмов платья. Ты слышишь? Русские платья. У меня есть адгейское национальное платье. А они у тебя где хранятся? Дома или тут, в детской школе искусства? Они у меня хранятся дома, в специальной комнате. У тебя, наверное, как и у любой девочки, есть твой уголок, да? Комнатная. Ты ее как-нибудь украсила там своими грамотами, призами? Конечно. Украсила всякими грамотами. Призы, которые мне давали, тоже они хранятся на полочках. А какие призы тебе давали более чаще? Ну, обычно и кружки давали, какие-то, ну, кружки, там, сувениры. С первых дней преподавателем Карины по пению является ее мама Азида Кидокоева. Кто твой преподаватель по пению? Что ты можешь о нем сказать? Преподавателем Карины у меня Азида Кидокоевна, моя мама, она добрая и помогает мне всегда, когда мне трудно справиться с вами. На встречу с нами наша маленькая звезда принесла свои грамоты, которые охотно нам показала. Эту грамоту я получила год назад от Азида Кыбань. Это, ну, самый такой конкурс, который мне запомнился. Ну, а девочки, я сразу не буду. Эта грамота по сувенирую пению тоже недавно получила. Вот эту грамоту я получила здесь, в этой школе. Но дальше я первый тур прошла, а дальше я не смогла пройти, потому что за день до этого я заболела. Это мы с Пеллой Хасановой вместе. А это грамота в региональном туре, в контактах. Вполне естественным был вопрос о школе. Не влияет ли увлечение пением на учебу в общеобразовательной школе? В школе, наверное, когда ты участвуешь в разных конкурсах, тебе же приходится отпрашиваться. Учителя как относятся к этому? Обычно директор музыкальной школы звонит нашему директору и отпрашивает нас с уроков. Проблем с этим нету, да? Обычно не бывает. Харри, вот твое занятие пением, оно влияет как-то на твою учебу, на определенные предметы? Влияет обычно на все предметы. Мне трудно потом освоиться из-за того, что я больше времени провожу в музыкальной школе, чем в школе. И мне приходится трудно, трудновато. У моей собеседницы, как оказалось, есть сестры, которые имеют непосредственное отношение к музыке. Я знаю, что у тебя есть братья и сестры. Они какое-то отношение к музыке имеют? Две старшие сестры имеют отношение, конечно же, к музыке. Они сами ходили на вокал и закончили вокальное отделение. Они тоже побывали во многих конкурсах. Вот когда ты принимаешь участие в разных конкурсах, они приходят тебя поддержать? Приходят, дарят цветы, поддерживают. Когда я волнуюсь, они утешивают. Говорят, что не надо волноваться. Последним у нас был вопрос о планах на будущее, которые, как у обычного двигающегося вперед человека, конечно же, есть. В дальнейшем, в будущем, ты видишь свою жизнь, связанную со сценой? Да, я хочу поступить в вокалное отделение. И думаю, что в дальнейшем у меня получится быть тоже учительницей по вокалу. Подводя итоги сюжета, можно сказать, что даже в таком юном возрасте наша героиня точно для себя решила навсегда связать свою жизнь с музыкой. И мне кажется, что на это повлиял пример ее семьи – это мамы и сестры. Хочется пожелать Карине не сойти с выбранного ею пути и в дальнейшем добиваться еще больших успехов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok